ЛИТЕРАТУРА И ТЕАТР В РИМЕ На первых этапах существования Древнего Рима культура римлян находилась под влиянием греческой культуры. Так римские боги почти не отличались от греческих богов. Они носили другие имена, но покровительствовали одним и тем же сферам, обладали теми же способностями. Ученые отмечают, что первые латинские тексты были лишь переводами греческих произведений. Так в середине III века до н.э. Ливий Андроник перевел Одиссею Гомера на латинский язык, внеся некоторые изменения. Назвал богов понятными римлянам именами, да и сам Одиссей получил новое имя – Улис. Знатным римским поэтом был Вергилий. Он рассказал римлянам историю об Энее и троянцах в поэме «Эниида», прославил труд земледельцев в поэме «Георгики». В I веке до н.э. творили Гораций и Овидий. Овидий описал многие римские праздники в поэме «Фасты» по названию «Римского календаря». Цикл стихов «Метаморфозы» рассказывал о превращении богов и людей. Как и древние греки, римляне очень любили театр. Первым, кто представил римлянам новый вид искусства, был Ливий Андроник. Правда, он не писал оригинальных пьес, а переделывал греческие сюжеты. Но вскоре в Риме появились и собственные авторы пьес. Среди них Тит Максий Плафт. Он писал пьесы о хитрых рабах, которые помогали своим хозяевам в непростых ситуациях. Такие пьесы дополнялись описанием сцен из жизни римлян народными поговорками. Бывший раб Публи Теренций Афор писал пьесы о более благородных героях, и такие пьесы были не менее успешны среди зрителей. Марк Порций Катон был известным политическим деятелем, а также автором первой римской истории, которая называлась «Начало». Катон рассказал в своей книге о военных подвигах, медицине, сельскохозяйственных работах, жизни римлян. До настоящего времени сохранился его трактат о земледелии. Тит Ливий также подробно рассказал историю Рима в многотомном труде «Римская история». Отдельным видом искусства в Риме была риторика, искусство красноречия. История сохранила для нас имена Марка Тулия Цицерона, автора многих пламенных речей в защиту республики. Кроме того, он выступал в судах, яростно защищал интересы своих подчиненных. После него осталось 19 трактатов по риторике и философии и 800 писем. Вспомним его слова. «Есть два искусства, которые могут поставить человека на самую высокую ступень почета. Одно – это искусство полководца, другое – искусство хорошего оратора». Цицерон на самом деле относился к слову как к грозному оружию, которое играет решающую роль в спорах и тоже способно вести бой и поразить противника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok